Весна, время обновлений, время взглянуть на себя свежим взглядом и принять решение. Пора что-то менять. А вот что изменить и чему научиться, обсудим сегодня. В эфире телегид «Покупатель всегда прав» и я, его ведущая Лидия Шлаева. В этом выпуске мы узнаем, где научат иностранным языкам, как обмануть возраст и как восстановить здоровье опорно-двигательного аппарата. Новое увлечение, не новое пальто не выйдет из моды к следующему сезону, особенно если речь идет об увлечении иностранными языками. Знание английского или, скажем, китайского не только даст вам возможность легко путешествовать, но и откроет новые карьерные перспективы. В новом просторном помещении студии иностранных языков «Лэнгвич Беридж» сегодня могут обучаться еще больше слушателей. Пять светлых современных классов и большой зал, в котором планируют проводить творческие вечера и показ фильмов на иностранных языках. Научить людей любить языки и не бояться на них разговаривать – главная задача студии. Поэтому здесь никогда не стоят на месте и постоянно развиваются. В новом помещении появились и новые направления работы. Одно из них – Speaking Club. Это дискуссионная встреча для детей и взрослых. Проходят они в двух группах – для начинающих изучать языки и для тех, кто уже более-менее свободно говорит на английском. Возможность тоже, по сути, уникальная, потому что, скажем так, мы живем в среде, где на английском языке не разговаривают. И поэтому прийти и выгрузиться в атмосферу только английского языка будет полезно. «Лэнгвич Беридж» обучают основным европейским языкам. Тут проходят занятия для мечтающих освоить английский, испанский, французский и немецкий языки. А с этого года в студии открылись занятия по китайскому языку. Преподают его два лектора, один из которых полгода жил в Китае. На китайском языке так просто не обучиться, на это нужно время, нужно этот язык понять, привыкнуть, осознать. И поэтому вот эта возможность теперь есть в городе, она, я считаю, уникальная. Мы единственные в городе, кто представляет такое условие. Китайский – один из самых востребованных языков сегодня, поэтому спрос на занятия огромный. А в следующем году в программе «Лэнгвич Бридж» появится еще один восточный язык – японский. На занятия дети не просто рисуют комикс, в игровой форме они легче усваивают незнакомые английские слова. Увлекаясь, они придумывают захватывающие истории и воплощают их на бумаге. Это творческое занятие – конкурс от Оксфорда. За лучшие работы в нем предусмотрены призы. Впрочем, награды в этом детском состязании далеко не самое главное. На интересных занятиях с мультфильмами и музыкальным сопровождением, с яркими учебными пособиями и, что очень важно, с творческим подходом педагогов, дети раскрываются, перестают бояться говорить на незнакомом языке и поэтому добиваются высоких результатов в обучении. Это всегда интересно. Тут нам много рассказывают. Мы пишем диктанты и тесты. Здесь постоянно можно делать перерыв песнями, можно узнавать новые, узнавать новые слова и так далее. Тут очень добрые учителя. Они помогают себе справиться с тем, что ты сам не можешь наверстать в школе и то, что тут очень интересно учиться. Благодаря занятиям в Language Bridge ребятам удается серьезно повысить свой уровень владения языком. В первую очередь это отражается на оценках в школе. Кроме того, многие слушатели студии иностранных языков становятся призерами Олимпиад и международных конкурсов. Но самое главное – все они, и младшие школьники, и уже выпускники, начинают легко общаться на английском. Я хочу подтянуть отметки, ну что, ой, не подтянуть, а чтобы больше знать о английском. Мне нравится тут учиться. У меня пятерки в четверти, и учителям довольны. Я вижу сама результат, то, что я не сомневаюсь и не боюсь ошибиться в произношении. Ну, конечно, результаты есть довольно-таки большие. Думаю, я хороших успехов достиг в этом языке. Чего в школе стало получше, и понятнее стал язык, стало легче его использовать в повседневной жизни. В новом помещении языковой студии появился и детский класс. Яркая комната оборудована специально для малышей 3-4 лет. С детками педагоги занимаются по специальным программам, которые позволяют малышам играючи узнавать новые слова. Каждое занятие длится 30 минут. На этих уроках они танцуют, рисуют, вырезают, развивается моторика, развивается логическое мышление. И все идет в такой доброй, дружелюбной, непринужденной атмосфере, что позволяет им даже не задумываться о том, что они пришли на урок или они пришли говорить на другом языке. То есть они просто приходят, говорят, общаются, спрашивают. Получается у них все хорошо. Лучший способ освоить иностранный язык – это общение с его носителями. Поэтому еще одно направление работы студии Language Bridge – образовательные поездки за границу. В прошлом году ребята дважды были в Лондоне. Учились школьники в одном из колледжей. В программу поездки также вошли экскурсии и развлекательные мероприятия. Разумеется, все общение в поездке строилось исключительно на английском языке. Они учатся каждый день английскому языку. После этого у них организуются разные занятия по интересам. Это может быть клуб рисования, это может быть клуб танцев, это может быть бассейн, футбол. И тренеры – это, естественно, носитель языка, то есть они с ними общаются. Если ты хочешь поиграть в футбол, то тренер, который у тебя будет, да, и судья, он тоже будет говорить по-английски. Ближайшая образовательная поездка состоится в Ирландию. Принять участие в ней могут дети от 9 до 17 лет. Уровень владения английским не важен. Как показывает практика, в языковой среде, в общении со сверстниками со всего мира, ребята раскрепощаются и легко понимают друг друга, даже если говорят с ошибками. Есть пока места, правда, немного. В этот раз группа будет большая, но мы добираем до определенного количества человек. В следующем учебном году в Language Bridge планируют новые образовательные программы, чтобы слушатели смогли еще глубже освоить язык. Эти возможности для студии открыло получение образовательной лицензии от регионального Минобра. Так с сентября начнет работу группа академического письма для школьников от 7 класса. На данном курсе будут прорабатываться письменные задания разного типа. Это эссе, это творческое письмо, которое необходимо на Олимпиадах и некоторых творческих заданиях, которые обычно предлагаются на международных конкурсах. Это будут разного рода написания отчетов, например, формальных и неформальных писем. Еще одно новое направление – клуб лингвистики. Группы рассчитаны также на старших школьников. Здесь будет непосредственная проработка олимпиадных заданий разного уровня и городских заданий, всероссийских олимпиадных заданий, международных олимпиадных заданий. Для будущих IT-специалистов с сентября начнет работу группа информационной технологии. В ее рамках слушатели углубят свои знания по английскому языку за счет специализированной лексики. Также для желающих не выделяться своим разговором среди коренных англичан будет курс по проработке произношения. Развивают в Language Bridge и социальные направления работы. Чтобы обеспечить равные возможности на дополнительное образование для всех детей, с этого года здесь проводят бесплатные занятия для ребят из малообеспеченных и многодетных семей, для детей-матерей-одиночек в сложном материальном положении и для детей-сирот. Пока организовано 16 социальных мест. Скорее всего, мы будем это делать на конкурсной основе для выявления именно способных ребят, для того, чтобы раскрыть их потенциал, повысить их уровень знаний и вот именно найти в них вот этот талант, раскрыть и дать им возможность сдать успешно школьные экзамены, ЕГЭ, да, на высокий балл, и, например, поступить в ведущую вуз страны на бюджетное отделение по направлению, например, да, с которым непосредственно мы работаем. Студия иностранных языков Language Bridge продолжает развиваться. Чтобы быть в курсе ситуации в сфере дополнительного образования в России и постоянно повышать свой уровень, студия принимает участие во всевозможных конкурсах. Так, в прошлом году это был региональный конкурс «Лучший предприниматель года» и всероссийский «Немалый бис». Участие в этих мероприятиях дало новое видение развития и свежие идеи, которые будут воплощены уже в ближайшее время. В студии иностранных языков Language Bridge теперь по новому адресу. Улица Садовая, 68, корпус 1. Телефоны 988-22 и 8930-687-97-99. Весной как никогда хочется быть красивой, и современная косметология дает для этого множество возможностей. Сегодня уколы красоты прочно вошли в жизнь не только женщин, но и мужчин. Что такое ботекс, когда его можно делать и кому он показан, мы выяснили специально для вас. Вряд ли сегодня найдется человек, который ни разу не слышал про ботекс. Препараты, в основе которых лежит баталотоксин типа А, признан во всем мире как основной метод борьбы с возрастными изменениями, а именно с мимическими морщинами. Принцип действия баталотоксина прост. Вещество понижает тонус мышц, которые находятся в постоянном напряжении. После инъекции мышцы перестает сокращаться и активно работать, и вследствие отсутствия активной мимики морщина разглаживается. Ботекс абсолютно безопасен, так как выводится из организма в течение нескольких дней. Тем не менее, у всех, кто решается на уколы красоты, появляется множество вопросов. На главный из них нам отвечает врач-невролог-косметолог спа-центра «Парадис» Олеся Петровна Казакова. Какие проблемы решаются с помощью ботокса? С помощью ботокса можно быстро убрать гусиные лапки вокруг глаз, разгладить поперечные мышцы на обу, параллельные между бровями, сделать менее заметными носогубные складки и приподнять уголки губ. Кроме того, препараты с ботулоподобным действием используют для борьбы с гипергидрозом, то есть с повышенным выделением пота в подмышечных областях, подошвах и ладонях. Можно ли колоть ботокс сразу в несколько зон? Да, это возможно. Из практики могу сказать, что очень часто колют сразу несколько зон. Это лицо, шея, подмышечная область, подошва, кисти. Препарат абсолютно безопасен, так как быстро выводится из организма. Как часто можно делать ботокс? Как долго длится эффект от препарата? Производители заявляют, что эффект от ботулотоксина сохраняется на протяжении 4-6 месяцев. После этого стоит повторить процедуру. Но также из практики можно отметить, что наблюдается такой эффект. Действие препарата закончилось, а мимические морщины появляются далеко не сразу. Это так называемая мышечная память. В таких случаях мы рекомендуем повторную процедуру только через год. Остаются ли следы от уколов? Как надолго? Какие могут быть побочные эффекты от инъекций? Следы от уколов ботокса проходят так же, как и после любой другой инъекционной процедуры. У некоторых уже через час ничего не заметно, а у некоторых следы вколов сохраняются на протяжении 2-3 дней. Может наблюдаться опускание бровей, изменение мимики и перераспределение морщин. Эти побочные эффекты проходят самостоятельно через 2-3 недели или корректируются через 10 дней после процедуры путем докола. Есть ли противопоказания? Не рекомендуется делать инъекции ботокса во время беременности, грудного вскармливания, премиастыни и ряде заболеваний крови. Может ли случиться аллергия на ботокс? Препараты ботокса настолько хорошо очищены, что риск возникновения аллергических реакций сведен к нулю. Но индивидуальные реакции все-таки возможны. На всех ли действует ботокс? Есть категория людей, считается, что их около 1%, у которых возникает нечувствительность к ботоксу. К сожалению, понять это можно только после процедуры. Бывает первичная нечувствительность, когда укололи и нет эффекта. У меня была такая пациентка, сделали – нет результата. Через 2 месяца повторяли – то же самое. И бывает вторичная нечувствительность, когда первый раз делали – все в порядке, второй раз делаем – и как будто нет эффекта. Здесь нужно разбираться с особенностями организма, почему на эту дозу выработал организм антитела. Также развивается нечувствительность к ботулотоксинам, если клиенты до этого ставили прививку от ботулизма. К нечувствительности также приводят докалами небольшими дозами постоянно. Чего нельзя делать перед инъекцией? Как готовиться к процедуре? Особенной подготовки процедура не требует. Мы рекомендуем за пару дней воздержаться от приема спиртного, так как это может повлиять на реабилитацию, то есть могут появиться синячки и гематомы. Также за 2 недели мы рекомендуем воздержаться от приема антибиотиков и антикоагулянтов. Они также влияют на свертываемость крови. Что нужно и чего нельзя делать после инъекции? Нельзя дотрагиваться до места инъекции и массировать их. В течение 7 дней после инъекции нельзя посещать бани и сауны. Также рекомендуем ограничить прием спиртного, прием антибиотиков и активные занятия спорта. Непосредственно после процедуры мы рекомендуем активно работать обколотыми мышцами, не расслаблять их, также не ложиться спать вниз лицом. Это общепримятые рекомендации, но так как мы работаем с каждым индивидуально, могут быть даны какие-то еще советы. К ботексу нет привыкания и при наличии показаний ботулинотерапия может назначаться с 18 лет. Самое главное – проходить процедуру у квалифицированных специалистов, которые умеют работать с препаратом. В спа-центре «Парадис» работают профессионалы высокого уровня, которые проконсультируют вас и подберут оптимальную программу ботулинотерапии. Здесь используют исключительно зарегистрированные препараты и заботятся о вашей красоте и вашем здоровье. Спа-центр «Парадис», улица Павлика Морозова, дом 12, помещение 2. Телефоны 97-900-97-901. Никогда не поздно начать заботиться о своем здоровье. И если до этого момента вы откладывали походы к специалисту, то самое время это изменить. И посетите центр доктора Бубновского – место, где вам могут подарить новую жизнь без боли. Почти за пять лет работы в Сарове центр доктора Бубновского подарил жизнь без боли сотням горожан. Многие приходят сюда, когда уже не остается надежды на выздоровление. Но регулярные занятия по индивидуальным программам, внимательный контроль со стороны врачей и профессиональных инструкторов в прямом смысле слова ставят людей на ноги. Лариса Александровна узнала о методике доктора Бубновского много лет назад. Сначала женщина ездила в Нижний Новгород, но как только открылся центр в Сарове, стала ходить сюда. И, как признается сама Лариса Александровна, методика Бубновского подарила ей другую жизнь. Состояние в свое время было очень плохим. Чуть ли не в каталку усаживалась. А потом сейчас просто другой в ритм жизни, другой совсем интерес в жизни появился. В общем, совсем в другую жизнь пошла. Жизнь без боли – это реально уверены в центре доктора Бубновского. И здесь делают все, чтобы помочь пациентам встать на путь здоровья. На первичной консультации врачи подбирают индивидуальную программу восстановления. Затем инструкторы помогают выполнять упражнения, контролируя процесс на каждом этапе. Абсолютно все сотрудники центра, помимо основного базового медицинского образования, регулярно проходят дополнительное обучение, постоянно повышая свой уровень профессионализма. Обучение проходит первоначальное, непосредственно здесь, в центре доктора Бубновского. Это помощники инструкторов. Значит, инструкторы проходят обучение также в региональном центре доктора Бубновского. И уже далее идет повышение квалификации в московском центре доктора Бубновского, где непосредственно сам Сергей Михайлович и его помощники работают для подготовки наших инструкторов. Впрочем, не только от работы инструкторов зависит восстановление пациента. В центре Бубновского подчеркивают, желание самого человека вылечиться играет огромную роль в выздоровлении. Когда пациент настроен на работу и выполняет абсолютно все назначения, результат не заставляет себя ждать. При выполнении всех наших назначений мы несем ответственность за каждого пациента и гарантируем 100% результат. Однако, подчеркну, при выполнении всех наших назначений, не просто ты пришел, позанимался три раза или два раза в неделю. Здесь обязательно дается домашнее задание. Это задание проверяется, проверяется на текущих осмотрах. И если пациент не выполняет какие-либо назначения, это видно сразу же. Значит, при выполнении всех наших дополнительных назначений, эффективность превосходит самое даже смелое ожидание. В этом убедилась и Татьяна Юрьевна. Центр доктора Бубновского в Сарове она посещает практически с его основания. Проблемы со спиной беспокоили женщину с детства, но благодаря методике Бубновского она забыла о них. Татьяна Юрьевна следует всем рекомендациям врачей и уже несколько лет находится в прекрасной физической форме. От боли, да, реально помогает избавиться. Это и здесь занятие, и то, что есть у доктора Бубновского на стенде, есть упражнение обезболивающее. Действительно, это реально проверено уже на себе. Это помогает. Вслед за своей супругой пришел в центр доктора Бубновского и Николай Дмитриевич. Даже при отсутствии заболеваний опорно-двигательного аппарата, как и многих людей с сидячей работой, раньше его также беспокоили боли в пояснице и общая физическая слабость. До этого более-менее ушло. И на протяжении уже, наверное, двух-трех лет стабильное такое состояние нормального физического какого-то удовлетворения, скажем так, в организме. Кстати, визиты в центр Бубновского целыми семьями – дело обычное. Многие приходят сюда с супругами, родителями, детьми. Ограничений по возрасту для занятий на этих тренажерах нет. По возрасту ограничений нет. То есть у нас занимаются от 7 лет, ну и нарез от 6, и самому старшему у нас было 93 года. Методика доктора Бубновского направлена на лечение болезней опорно-двигательного аппарата. Это грыжи межпозвонковых дисков, остеохондроз, артриты, артрозы, а также сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и вегетативно-нервной системы. Но частые гости в центре и спортсмены. Здесь они восстанавливаются после травм и высоких спортивных нагрузок. Приходят сюда и получают облегчение и те, кто страдает от гипертонии и головных болей. Подходят занятия на тренажерах Бубновского и для профилактики различных заболеваний. Сначала проходит осмотр специалиста, выявляются проблемы явные или скрытые. И только после этого можно уже говорить либо о профилактике, либо о лечении. Так что в данном контексте наш центр является очень хорошим профилактическим средством для предотвращения заболеваний опорно-двигательного аппарата, для восстановления послеоперационных осложнений, ну и многих-многих заболеваний, в том числе и не связанных с опорно-двигательным аппаратом. Длительность курса зависит от того, насколько выражены заболевания. Обычно облегчение боли приходит уже после первых занятий, но чтобы достигнуть результата и закрепить его необходимые месяцы, впрочем, как утверждают завсегдаты и центра доктора Бубновского, здоровый образ жизни входит в привычку, отказаться от которой уже не захочется никогда. Для каждого пациента свой результат является значимым. Для кого-то это является избавление от боли, для кого-то это является восстановлением до возможности передвигаться, для кого-то это является, в общем-то, возвращением к жизни. Здоровье в движении в центре доктора Бубновского, улица Зернова, 11, телефон 67276. Расставаться с деньгами нужно легко, но помните, только те траты полезны, что приносят нам радость. Следите за нашими эфирами и тратьте ваши деньги с умом. Удачных вам покупок! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова